В Рио губернатор Александр Цибульский осмотрел сегодня строящиеся жилые дома города Наринмара и поселка Искателей. Это объекты, сроки сдачи которых власть региона держит на особом контроле. По словам губернатора, наверстать упущенное – главная задача подрядчиков, которую они обещали выполнить. Осмотр строительных объектов Александр Цибульский начал с двух жилых домов на улице Поморской. Они рассчитаны на 47 квартир. 43 из них предназначены для расселения очередников поселка. Согласно условия контракта, объекты должны быть сданы в августе текущего года. Сейчас на объектах ведутся внутренние работы. Заканчивается монтаж водостоков и электроснабжение. В июле будут смонтированы балконы. Следующим объектом стал дистанционный дом на улице Авиаторов. В нем будет 294 квартиры. Руководитель подрядной организации сообщил, что первые три секции, состоящие из 91 квартиры, после устранения замечаний вполне реально сдать к концу лета. Завода пришла ставить заблуду. Замки предусмотрены только на слоносок. Все произведение, когда будем передавать уже в врачи компании, то есть у нас адресовка, все подключение произошло, проверено. Все три того вот это. Тут вот такое большое окно, да? А это вентиляция? Да. Продвижение? Угу. Это в тайпе? Да, конечно. А что, это плохо? Да, не все. А что плохо? А что хорошего? У нас даже не спорщик, чтобы открыть. Он не будет отделяться, вот это. Это все притяжное. Это все дальше на второй этаж. Можем подняться на седьмой, на шестой этаж. Дом на Авиаторов оснащен современными лифтами Экомакс, изготовленными на Щербинском лифтостроительном заводе. Это лифты новой серии, соответствующие европейским аналогам и сочетающие в себе наиболее удачные инженерно-технические решения и качественные комплектующие. В каждом из них установлена мультимедиа-система. Время движения лифта играет музыка, а этажи объявляются голосом. Это разную музыку, разную поездку запускает. Чередуется. Можно менять. Можно свой плейлик. Кроме пассажирского лифта, в доме установлен и амбулифт, который позволит передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья. Также сегодня Александр Цибульский проверил строительство двухсекционного дома на улице Первомайская на 47 квартир. Окончание строительства запланировано на ноябрь 2018 года. Подрядчик пообещал сдать дом уже в середине октября. Обратились в администрацию города с просьбой разглашать круглосуточную работу. Нам ответили, что такими полномочиями не обладают. Получили отказ? Нет. Ну, это не отказ. Одну и ту же форму. Ну, вы можете же просто какой-то удлиненный рабочий день? У нас удлиненный 6 до 10 вечера. 6 утра до 10 вечера, да? Круглосуточный житель. Это очень близко дома. А расширных работ не будет. То есть по децебилам мы проходим. Кран, он как бы работает практически бесшумно. Мы его еще сейчас дополнительно смазываем. Ну, посмотрите, если есть возможность, круглосуточная работа. Критических срывов, сроков сдачи строительных объектов пока нет. Но отставание от графика есть практически на всех объектах. Ладно, коллеги, мы сегодня пообщались, посмотрели по всем объектам проявления. Мы фиксируем следующее. Значит, 2 сентября мы искательские дома принимаем, правильно? Дома на Поморской. Значит, у нас, получается, 10-секционный до когда у нас сдается? Много ноября. 30 ноября этот и на Ветров. Договорились? Договорились. Спрашивать будем строго. Не обижайтесь. Согласен. Спасибо. Олег Хатанзийский, Александр Бобрякович, Антон Вудряков. Телеканал Север.